Дома из вторсырья Владимир Кошелев отметил, что на сегодняшний день вторичные строительные материалы не подлежат сертификации. Он объяснил, что это грозит низкими эксплуатационными характеристиками возводимых объектов. Депутат ЗАГС Собрания Забайкальского края Жаргал Доржеев попросил назначить парламентариям зарплату и дать хотя бы полставки госслужащих. Об этом он заявил накануне на внеочередном заседании при обсуждении бюджета 2022 года. Он также озвучил просьбы увеличить поддержку территориальных организаций самоуправления и создания скотомогильников, поскольку в бюджете не предусмотрено строительство ни одного. На расселение из аварийного жилья правительство выделит 100 миллиардов рублей, в том числе и из резервного фонда Кабмина. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства. Со слов премьера, большая часть этих средств поступит за счет опережающего финансирования. Мишустин также сообщил, что шахтерам-летчикам упростят процедуру оформления надбавки к пенсии. Сейчас для оформления такой надбавки нужно получить документы, подтверждающие стаж и заработок, и представить их в пенсионный фонд. С 1 января 2023 года работодатели сами будут формировать сведения о сотрудниках и направлять их в фонд. Правительство России отменило чересчур строгие требования к безопасности малых аэропортов. Благодаря этому авиакомпания «Аэросервис» в Забайкалье возобновит рейсы в районы края. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минстроя. Собеседник агентств подтвердил, что малым аэропортам Забайкальского края не пришлось ничего менять, они соответствуют новым требованиям безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok